всех приветствую продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге кто есть кто составитель бетти редис дополняя какими-то данными из википедии из интернет гипербореи гипербореи легендарный народ почитающий аполлона живший согласно поверьям на спине у северного ветра или за горами в вечном блаженстве при постоянном свете солнца считалось что аполлон проводят среди гипербореи в зиму геродот полагал что гипербореи жили на территории современной россии между аримаспами скифами и кемерийцами населявшие побережье черного моря геродот также добавляет что гипербореи только пересылали через адриатику аполлону в дельфы завернуты в пшеничные колоссе жертвы но сами не приходили в этой легенде одни исследователи видят намек на действительно существовавший интернет торговый путь через балтик другие свидетельства о богатых злаками степях геродот также рассказывает о гиперборейском жреце аполлона а борисе который летал по миру на золотой стреле и не нуждался в пище цивилизация это живет у круга полярного имеет свою культуру и внешне схожи с эллинами влиятельный российский философ мистик и радикальный политический теоретик александр дугин рекламировал древние легенды о затонувшем в городе атлантиде и мифической цивилизации гипербореи защиту своего видения российской империи которая могла бы растираться владивостока на востоке до дублина на западной окраине европы он считает что россия это современная реинкарнация древних гиперборейцев которым необходимо противостоять современным атлантом соединенным штатом дугин долго демонстрировал веру гиперборейцев и опубликовал гиперборейскую теорию в 1992 году ну вот так вкратце о легендарном народе гипербореи пока пока до свидания